В маскарадных костюмах и переобутые, как велено при входе, в ожидании начала праздника скопились дети и их родители. Кто-то бегает, кто-то сидит смирно. Новогодние представления в этот день для особенных детей, хоть и называют их с ограниченными возможностями. В просторной комнате все готово к новогоднему торжеству. Стоит нарядная елка с игрушками, потолки и стены украшены мишероя красивыми елочными шарами. На стене выставка детских рисунков, поделки. По краям комнаты ровными рядами стоят стулья и диваны, занятые зрителями. Новый год – волшебный праздник, который с нетерпением ждут дети круглый год. Приподнятое настроение, искренние улыбки, детский смех – все это создает неповторимую атмосферу. Тишина длится несколько секунд, и представление начинается. Вот они, сотрудники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Семья». Но сегодня они не только воспитатели и психологи. В этот новогодний праздник они пришли к детям, видеть Деда Мороза и Снегурочки, Баба Яги, Лешего и даже дяди Степы. Творчество невозможно из-под палки. С таким энтузиазмом специалисты работали, нашли в себе такую искру. И репетиции были настолько яркими и интересными, что я понимала, что они это делают от чистого сердца и от всей души. Дети, взволнованные событием, с напряженным взглядом впитываются глазами в героев сказки и следят за происходящим. Организаторы продумали все до мелочей. Спокойные игры перемешиваются с бодрыми, тренируют смекалку и сообразительность, устраивают танцы. А дети, в свою очередь, читают стихи и искренне радуются происходящему. Каждый из них получает и сладкий подарок. Праздник замечательный. Мы на втором празднике присутствуем в этом году и нам очень понравилось. Центр нам нравится тем, что здесь работают такие доброжелательные, такие любящие детей люди. Добро сегодня победило зло. Около 15 особенных детей и их родители пришли на праздник. Ориентируясь на специфику особенностей каждого ребенка, сценарий был продуман таким образом, чтобы каждый из них почувствовал себя комфортно, ничего не боялся и получил только положительные впечатления. Вы знаете, ежегодно дети настолько даже за месяц уже готовы к нашим мероприятиям, что с ожиданием, и когда приходят они на наши занятия групповые, они спрашивают, а кто в этом году будет. И каждый раз для них загадка, потому что каждый год ведется очень длительная подготовка. Я видела в глазах детей радость, восторг и веру в чудо. Вот если каждый из нас не будет терять веру в чудо, я думаю, мир наполнится красками. И в нашей стране, на нашей земле будет все прекрасно. Марина Познякова, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково». Реклама Марина Познякова, Александр Оржевск и большой 19-го variables.